В преддверии 71-го годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, в станице Анапской поздравили с наступающим памятным днём участников Великой Отечественной войны. Первый адрес – дом Клавдии Виноградовой. На военную службу Клавдия Михайловна отправилась в 41-м году, когда ей исполнилось всего 16 лет. Была начальником радиоозла в Куйбышевском рабочем посёлке. Уже через год её послали на фронт санитаркой под Сталинград. Человек, которая прошла путь от Сталинграда и до Австрии, вот такой большой путь прошла. Курскую дугу, Бухарест, Харьков – всё она прошла. Вместе с председателем Совета ветеранов станицы Анапской Эдуардом Авяном, социальными работниками, заместителем главы администрации Анапского сельского округа Татьяной Новиковой, участницу войны посетила и главный врач амбулатории номер один станицы Анапской Елена Паркина. Сейчас в амбулатории проводят диспансеризацию, обследование, УЗИ-диагностику для всех участников и ветеранов войны, чтобы выявить скрытые заболевания и возможности быстрого лечения. Мы объезжаем всех участников войны, ветеранов, инвалидов войны, проживающих у нас на территории Анапского сельского округа, для того, чтобы определить, всё ли сделано в этом направлении, какая социальная помощь нужна, какое лекарственное обеспечение, может быть, не в полном объёме. Принял поздравление в свой адрес и участник Великой Отечественной войны Аганесс Карапетян. В военные годы был командиром артиллерийского орудия. Позже, когда узнали, что Аганесс Передонович владеет четырьмя языками, взяли переводчиком. 21 сентября, в день освобождения Анапы и Анапского района, в станице Анапска в 10 часов утра ждут всех участников ветеранов войны у Парка Победы, где пройдут торжества. Если у кого-то нет возможности добраться самому, администрация Анапского сельского округа специально выделит автомобиль, который довезёт до места назначения и обратно домой.